Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Это видео я решил опубликовать, потому что считаю необходимым рассказать правду о Flare Networks и раздаче токенов Spark. Мне пишут сотни сообщений в Телеграме с одними и теми же вопросами. Доверяю ли я этой раздаче Spark? Как вообще участвовать и что вообще нужно делать? Во-первых, я уже снимал похожее видео, в котором рассказал, что нужно сделать. Нужно найти биржу или кошелек, которые поддерживают airdrop Spark'ов и держать свои риплы там, в день снапшота 12 декабря 2020 года. Ссылку на это видео я оставлю в описании, обязательно его посмотрите, если еще не видели. В этом же видео я хочу высказать свое мнение насчет того, что происходит. Но прежде я хочу сказать, если у вас есть вопросы, на которые вы хотите получить ответы, лучше всего задавать их в Телеграме. Поймите меня правильно, я не успеваю пообщаться с тысячей людей лично, а в Телеграме, возможно, и кому-то отвечу. А теперь к теме видео. Bearable Bull, известный деятель в сообществе Ripple, пишет у себя в Твиттере. Flare Networks и Spark могут стать самым важным событием в развитии XRP за всю его историю. С этим я полностью согласен. Ребята, все эти названия могут быть вам непонятны. Простыми словами, это смарт-контракты в XRP, которые дадут последнему важное технологическое обновление, которое, кстати, даже не требовалось для его успеха, но тем не менее оно будет. И XRP получит возможности, похожие на Эфириум. Я думаю, что экосистемы XRP и Эфириума могут в будущем объединиться. Из тысячи криптовалют мы идем к какому-нибудь общему криптовалютному знаменателю. В книге под названием «От нуля к единице», которую написали Питер Тиль и Блейк Мастерс, написано, что компании должны работать вместе, а не пытаться съесть друг друга. И на основе множества косвенных доказательств я верю, что именно это и происходит за кулисами криптовалют. Они работают все вместе, чтобы создать новую институциональную инфраструктуру финансовой системы следующего поколения. Я посмотрел интервью с директором Международного валютного фонда, где она говорила, что старая традиционная финансовая система давно уже нуждается в замене на новую цифровую, и эта новая уже в разработке. Они знают, что делают, и сейчас они готовят все существующие технологии к этому. И Flare Networks, точно так же как и токены Spark для Ripple XRP, это одна из этих подготовительных технологий. Что же случится с нами, как холдерами XRP, как холдерами Stellar Lumens, Эфириума или Биткоина? Мы получим то, что заслужили своим терпением и стойкостью. Square Networks и Spark Token продвигались самим генеральным директором Ripple и всеми остальными людьми, которые работают в Ripple. Я дрожу от нетерпения, ведь осталось всего 4 дня. Я уже спекулировал на тему того, что может произойти перед всем этим. Мы можем увидеть, как люди побегут получать свои токены Spark, покупая токены XRP. Это может привести к росту на краткосроке. Возможно, даже до доллара получится дотолкать выросшим перед айрдропом спросом. Однако я не одобряю такие мини-пампы на краткосрочных хайповых событиях. Я думаю, что внедрение смарт-контрактов в Ripple XRP и его интеграция с Эфиром – это замечательное событие для долгосрочного будущего XRP. Конечно, есть и медведи, которые убеждены, что XRP будет падать и падать. Что я могу сказать? Когда я вижу все новости, читаю документы, наблюдаю технические разработки, я просто не могу быть медведем. Брайан Брукс, контролер денежного обращения США в интервью предупредил, до регуляторной ясности остается около 6-8 недель. Это в совокупности со всеми техническими обновлениями приведет к идеальному моменту для Ripple XRP. И я, как его холдер, уже не могу его дождаться. Кроме того, это означает и то, что биткоин не будут банить. Да и его и невозможно в принципе забанить. Что меня тоже радует, ведь я являюсь и холдером биткоина тоже. Друзья, время перейти к техническим вопросам, которые многие люди задают. Странно, что я снял целое видео со своим планом насчет аирдропа Spark и Ripple XRP. Но многие все равно спрашивают, буду ли я участвовать. На самом деле, я уже давно знал об этом Spark и его аирдропе. Еще тогда, когда на ютубе об этом не говорил никто. Но я долго присматривался, долго анализировал, а потом пересмотрел множество видео об этом, когда они начали появляться. В итоге, я пришел к выводу, что эта раздача стоит рисков. Но единственный вопрос, который остается лично передо мной, это вопрос криптовалютных бирж. Друзья, будет массовый наплыв людей, переводящих свои Ripple на поддерживающие раздачу биржи. Среди которых, кстати говоря, Binance и Coinbase. Вместе с ростом активности людей, что захотят участвовать в аирдропе Spark, будут шевелиться и различные мошенники и хакеры. Поэтому, если бы у меня спросили совета, как вообще подготовиться к аирдропу Spark, что вообще делать, если у вас нет, например, холодного кошелька, я думаю, желающие трейдеры и инвесторы должны диверсифицировать риски. Они могут использовать не одну биржу, а несколько. Использовать одну биржу, затем вторую и третью. И единственная причина, почему я говорю это, не запугать инвесторов. А потому что существуют риски. Мало ли что случится. Биржа зависнет, биржа соскамится или еще что-то. Если вы использовали, например, три биржи, а одна из них в день аирдропа будет испытывать трудности, то на остальных биржах у вас все получится. Понимаете, о чем я? Если у вас холодный оффлайн кошелек, например, Ledger, у меня тоже для вас есть важная информация технического директора Ripple, Дэвида Шварца. Он пишет. Аирдроп Spark связан с двумя рисками. Если вы оставляете XRP на бирже, которая заявила о поддержке раздачи Spark, вы рискуете, что эта биржа сломается или соскамится. И второй. Если вы решите продолжать держать XRP на Ledger, риск заключается в инструменте, который вы используете для транзакций. Хакеры могут, например, подставить ТЭК или еще как-то скомпрометировать ваш Ripple. Таким образом они украдут ваши XRP. Это очень важно, ребята. Еще раз напомню. Я ожидаю с ростом активности людей и рост активности различных мошенников, которые захотят получить ваши XRP. Возможно, некоторые будут настолько самоотверженными, что попробуют даже представиться организацией, которая поддерживает аирдроп. И скажут, что для участия в этом аирдропе вам нужно перевести Ripple на их адрес. Все это ради того, чтобы украсть больше XRP. Криптовалютный рынок очень молод и он вправе называться Диким Западом. Но это лишь риски на краткосроке. На долгосрочную перспективу, я уверен, такое технологическое обновление для Ripple XRP, как Flyer Networks и Spark, очень оптимистичное и отлично скажется на будущем системе XRP и его цены. И будет грустно, если сейчас мы потеряем или нас разведут на нашей XRP. Учитывайте все это и обязательно проверяйте адреса и теги, на которые шлете XRP. Посмотрев это видео, решайте сами, как поступить. Использовать несколько бирж – это хорошая идея. Использовать Ledger – тоже хорошая идея. Только ради бога проверяйте все адреса и теги, чтобы вместо ваших там не было чужих, подставных. Кто-то же захочет остаться в стороне, и это тоже хорошая стратегия. Почему бы и нет? Нет. Осталось 4 дня, и не знаю, как вы, а я ожидаю профита от этого события. О своем плане я рассказал в этом видео. Давайте вставлю отрывок, если вы его не видели. А теперь перейдем к тому, что сделал и делаю я. Что я буду делать? Как я попробую получить максимальную выгоду из этой ситуации? Как только я увидел новость, то купил 15 тысяч XRP по 30 центов за штуку. Но это еще не все. Ближе к 12 декабря я обменяю большую часть своих активов и на 50% куплю XRP. А на другие 50% залечу в шорт по XRP. И все это на один день ради получения спарка. На самом деле, я не рекомендую вам повторять свои телодвижения, потому что это действительно рискованно. Но вы знаете, что я парень, который не боится риска. Вы помните, что я продал дом и купил биткоин тогда, когда все его похоронили. Где все эти хейтеры теперь? Но мне кажется, что ближе к 12 декабря таких, как я, будет очень много. И цена XRP к 12 числу может еще очень хорошо подлететь. А после 12 декабря резко обвалится. Все получат спарк и пойдут сливать XRP. И это мое вам предупреждение. Реально, будьте с этим осторожны. Возможно, вам вообще не стоит в это ввязываться. Можно очень сильно наколоться. Если вы не готовы, лучше пропустите этот ивент. Я серьезно. После всего этого я расскажу о том, что получилось у меня. Даже если у меня получится совершенно что-то плохое, я обязательно вам расскажу. Есть еще вариант для трейдеров, которые не хотят получать спарки. Можно, например, купить XRP сейчас и перед 12 числом продать и зафиксировать прибыль. Плюс прямо перед самим снимком закинуть шорт по XRP. Но это так, просто мои мысли вслух. А я, кстати, не часто делюсь конкретными торговыми рекомендациями у себя на ютубе. А на этом все. Меня зовут Богатейши Ди. Большое спасибо за просмотр и лайк. Я благодарен каждому из вас, кто посмотрел это видео. Для меня это много значит. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok